Виноград То, что у нее было после инсульта Нога и рука у нее очень плохо ходили Побалатились Значит, все На первый день, я хочу сказать То, что нужно основное На первый день, нога, которой ничего не чувствовала Была совершенно ледяная Она почувствовала, что каналы открылись на ногах Многие знают, что там каналы на ногах На стопах и на руках Открылись каналы у нее Нога стала горячая Тут она, я ее долго уговаривала, мне ее просто было жаль, говорю, пойдем, пойдем, ну ты же врач, ну ты должна. Когда она это почувствовала, она стала людей просто привозить. Значит, сахарный диабет, холестерин, ишемическое боление сердца, сердце стало нормально, у нее она прям, вообще щеки розовые, улыбается женщина, радостная, довольная. Пришла и говорит, да это такое чудо, она все, когда я ее уговаривала, говорю, идем. Она мне говорит, я тебе в ноги сто раз кланяюсь. Мы что проделали? Она привела с тобой сестру, сестра после такого же инсульта. Но пили, одна пила воду, вторая нет. Мы провели диагностику, которая показывает, прям взяли приборы, показания ауры и показания той и другой. Вот надо было привезти вам показания, что-то я не забыла за этого. Значит, аура, у той, которая пила воду, и состояние лучше, и здоровье лучше, обязательно воду пить. А вторая сестра, у нее на глазах, когда посмотрела, у нас компьютерное быстрое у меня, посмотрела, ахнула и говорит, а я воду вообще не пила. Как были у нее пропыли, так они и остались. Так, что она делала? Значит, прикладывала на стопы сначала 15 минут, что подушка была, одна подушка, ничего не было. Заметьте, это результат какой. На стопы, под стопы, потом на стопы, потом на голеностоп, сюда, на колени, сюда, на спину сзади и на седьмой шейный позвонок. На голову она вообще не плала, потому что у нее было тяжелое состояние. И еще один результат. Женщина 89 лет, летом, в очень тяжелое состояние, в реанимации, после реанимации 3 недели. В общем, привезли из больницы лежачее состояние, такое, поняли, растение, совсем. С ложечки кормили, клали, переворачивали, подвозники, очень, очень плохое состояние. Ровно на час подушки приложила к ногам, взяла, сделала подушку вот так и приложила на час. Забыла, ушла, готовила, там делала что-то. И она мне через час кричит, женщина это врач. Она мне кричит, ты мне зажгла ноги, ты что мне такое сделала, убери сейчас же. Она, ну, двигаться плохо не было. Через день она стала, неходячий человек. Сейчас она сама кушает, ходит в туалет, все делает сама. Это уникальный результат, согласны? Спасибо. Привет всем, город Каренбург, меня зовут Галина. Какая у вас была проблема? Еще я хочу рассказать о наших замечательных стельках. Стельки просто супер уникальные. Я сейчас, вероятно, рассказывала. Пользуйтесь, у меня тоже есть такой замечательный результат. Женщина лежачая, не знаю, какое заболевание точно, но у нее на стопах постоянно образуется мозоли. Она не ходячая, ее просто периодически поднимают, сажают. И тем не менее на стопах мозоли постоянно. Значит, купили стельки в носочки, и она хоть, мозоли стали пропадать. Женщина стала чувствовать комфортно себя, без подушки одни стельки. Еще по стелькам. Вообще, русские люди, они запитательные, вот, да нельзя. Значит, покупают стельки, знаете, там размеры стельки, да? То есть вырезают детки разные, то, что остаются кусочки. У меня есть девочка, у которой проблемы с ушками. Ее должны были оперировать, там, у нее, в общем, стеночка, так самое. В общем, процесс серьезный. Вот, а мама приводила на подушку, потом вырезали по ножке стельку, она начала носить. А все то, что осталось, вот, насколько детки чувствуют продукцию. Ребята, обратите внимание, пользуйтесь всем. Она приложила к ушкам, связала к себе ободочек. И круглые сутки ходила с этими ободочками на ушках. Детечке 14 лет. Сейчас она себя чувствует прекрасно, но и по всей видимости оперировать ее не будут. И еще у меня один результат, тоже по стелькам. Вообще, у меня много результатов. У мальчика 9 лет, Алешка, у него ночной норез. Купили ребенку стельки, и то, что осталось, соседей, баллоскатал, приказывать ему в трусике. Ребенок, в общем, принц, у ребенка все нормализовалось в течение 3-х недель. Но они тоже ходили на подушку. Используйте продукцию, все. Результаты будут супер-кразные. Прости, которые поделятся тоже результатом отрезающим. И результат, который, ну, стоит, наверное, того, чего стоит работа. Я хотела бы прочитать благодарность, которую нам написала женщина. Ей 58 лет, у нее целый букет заболеваний. У нее варикозное расширение ген, гипертония второй степени, очень сильно холоточили десны, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Улучшилась работа сердца, стабилизировалось артериальное давление, улучшилась работа желудочно-кишечного тракта, прошла ожога. На протяжении сеанса по игровой серии лечение алкогической подушки и таблетки не поднимают. После 4-го сеанса десны перестали кровоточить. Я была очень удивлена. Прошла сильная боль в ноге, суставы не беспокоят, как раньше. Раньше не могла спать из-за сильных болей в правой ноге. Сейчас он нормализовался, чувствую прилипку нервы. Советую приобрести ее всем близким и знакомым. Сердечное спасибо за предательным этого чинда. Амина, город. Кузнецова, Валентина, город Тольятти. Мне 63 года, я инвалид второй группы. И вот я хочу огромное спасибо сказать этой подушке. Я пользуюсь практически почти 2 года. За последние полгода я перестала пользоваться лекарствами. Вот ради этого стоило все грозить. Дальше. У меня была проблема с давлением. Давление зашкаливало за 220 и выше. Меня оперировали в свое время. Но вы знаете, у меня сейчас давление практически нормализовалось. Похоже я. А, и еще. Особенно это для женщин надо. Вы знаете, я всегда с кахлушки, склонность к плоте. Я вот настолько побудела. Вот. А теперь расскажу про мужчине кратко. Мой знакомый, ему 74 года. Вот он белый, седой и лысина. Вот так. Можно показать, у кого есть. Вы знаете, как подействовала на него наша подушка? Первое. Во-первых, он стал интересоваться женщинами. Это серьезно. Понимаете? Второе. У него была седина вот белая. Вы знаете, у него такое ощущение, что вот наши начинают вроде бы седеть волосы. А у него наоборот. Они темнели. Но самое потрясающее. Вот эта лысина, она, ну, по крайней мере, сколько я ей знаю эту лысину? Ну, лет 15. Она была такая, ну, не прогладкая. Вы знаете, там вот такой кушок. Вот и ради этого спасибо нашему. Павел Иванович, ну, именно с вами. Мы еще хотели добавить, что у нас очень интересные результаты есть. Конкретно по крови, и очень-очень быстрый результат. Человек три года, при всех вот этих рекомендациях, которые когда-либо рекомендовали врачи, где-то работали, здесь были, ну, три года человек с крови, в очень тяжелой ситуации. Буквально через неделю, сказали, все заживает просто. Вот. И очень интересные вообще целые результаты. У нас тоже приходят люди после импаркта, консультов. Мы им даем почувствовать тапочки. Вы знаете, самое удивительное, я вот всегда очень любила помогать людям и пожелаемому поколению, вот то, что они буквально через день-два, они уже сразу преображаются. Они начинают улыбаться. Вы понимаете, у них при всех тех проблемах, в устройке жизни у них меняется настроение. И это отмечает буквально все, что все, да, у нас имение прошло, появилась радость жизни. Бабушке, вот на 3-й день у нас бабушка оставила палочку, но она до сих пор заглядывает, она другим бабушек привозит все, да. Они уже начинают красить булки и проявляют действительно интерес к жизни. Вот это очень радует. Вернуться вот им радость жизни, да. Мы молодым, конечно, молодых меньше же приходят, но мы идем в другим путем, нам некогда. А вот это просто счастье. Спасибо большое. Спасибо. Я вам расскажу два уникальных результата, которые за последний облиг у нас были в Рязани. Ну, массовые результаты вы все знаете. По давлению, по сахарному диабету. Я даже вот артриты, артрозы, остеохондрозы я до результата уже не беру. Это массово как-то идет. Но вот два результата, они были у нас уникальны. Значит, мужчина, 55 лет. Много лет у него был инсульт. Причем даже, по-моему, два инсульта. Когда его жена привела на наш сеанс, в дни для широкой публики, я говорю, у меня же не реанимация, зачем вы это сюда приводите? То есть, ну, настолько тяжелый был вид у этого человека. Во-первых, у него полностью был закрыт один глаз. Левый глаз был полностью закрыт. Рот у нас вот здесь у всех внизу. У него был он сбоку на щеке. Естественно, у него был порез. Одной стороны ни рука, ни нога у него не двигалась. То есть, привели, буквально внесли его к нам на сеанс. Ну, раз внесли, надо мне что-то предпринимать было и делать. Ну, владея некоторыми знаниями, куда я сочла в нужном, я ему эти подушки приложила. Причем не одну, а сразу две. У него, помимо всего прочего, очень большая проблема была по мужской линии. У него огромная обувь, такая ледяная, он пришел. Я говорю, ну давай, я буду тебе на достоинство положим, другую на спиночку, чтобы кровоток открыть. Посидел этот мужчина. Первый день он не говорил. Ну, молча мне кинул, поблагодарил и шел домой. А мы же еще с вами должны работать психотерапевтами, да? Я, например, своим клиентам афирмации всякие, не только проговариваю, да и в письменном виде. Если с депрессией, кто приходит, повис на стеночку и читает, чтобы перед взором было. Ну, я этому Александру говорю, молодец, все хорошо у нас прошло. Завтра приходит побритый, в новой рубашке, результат пошел. Что вы думаете, на следующий день он приходит? Я говорю, молодец, нам такие люди позовес нужны. В новой рубашке, побритый. Я говорю, Александр, садись, сейчас все повторим, как вчера. Тебе понравилось? А жена мне говорит, вы что, ничего не видите? Я говорю, как же, я его поблагодарила, он в новой собочек сегодня побритый, отлично выглядит, повладел лет на 20. Она говорит, но у него же глаз открылся. Я смотрю на его глаз, на самом деле, твой открытый. Ну, мы же люди культурные, да сразу не страшно, потому что он просто вот дремал, глаз был у него прикрытый. Она говорит, у него же открылся глаз. И там двойное изображение появилось. А врачи сказали, что этот глаз никогда не откроется и видеть он не будет. Я говорю, отличный результат. После третьего сеанса у него рот встал на место. Представляете, насколько уникальный и быстрый результат. Такие они, конечно, единичные результаты тоже, но они бывают. Значит, рот встал на место. После третьего раза у него зрение сфокусировалось. Он начал меня видеть, начал улыбаться. Далее, через неделю, жена у нас из клиника УКО, повела его туда, в клинику, ему выписали очки. На сегодняшний день он видит и читает. Буквально на четвертый день он в такси стал садиться сам, убегать от жены и из такси выходить сам. Через месяц жена пришла и мне жалуются. Представляете, он не дает спать. Он насиделся дома, а теперь утром я, говорит, сплю, он потихоньку одевается и сбегает из квартиры. То есть настолько он стал готовить, но дома и начал помогать. То есть по хозяйству. Результат, я считаю, неправильный.